это спецэффекты все потому что я сейчас у хоббита ребята наконец-то я добрался до этого клуба я наслышану что у проигрока из казахстана чемпиона мира есть свой клуб у кого еще такой есть ни у кого во всем мире мне кажется поэтому надо надо это снимать и мы уже здесь не вы спросите как же он выглядит он выглядит именно так с улицы но сейчас я думаю что можно зайти я уже там был и скажу вам сразу уютно уютно весело прекрасно и сейчас оператор пойдет уже сейчас войска все не надо так все мы зашли и все что сейчас вижу это подписчиков них здесь достаточно я сделал несколько stories в своем инстаграме ссылка есть в описании и у вас на экране где я рассказал что здесь буду к 16 17 часам по местному времени приехал пол девятого как обычно ребята смотрят с гу турнир который уже прошел до весел так ладно что мы здесь видим мы здесь видим чел зону сразу же то есть начнем с этого здесь у нас касса здесь у нас мини кухня где вы можете заказать снеки и так далее но и об этом чуть позже сейчас давайте спросим самый важный вопрос сколько здесь стоит час если в прошлом ролике мы про клубы сделали самый дорогой в казахстане то сейчас узнаем насколько здесь разница большая или нет так привет рассказывай пожалуйста сколько у нас сейчас стоит получается по стандартам а сейчас 1000 тенге но по часу есть у вас бонусы 2 плюс 1 3 плюс 2 и система бонуса работает так получается выполнять аккаунт на сумму 2000 как вы поняли здесь нет ни випов здесь нет премиум и так далее то есть только одна характеристика пока на все а компьютеров здесь 20 рот на 20 компьютеров окей 1000 тенге самый дорогой в казахстане которым нашли это бразерс там полторы тысячи согласно то что сам дорогой возможно возможно поможет раймбек с экскурсия в этом клубе поэтому давайте начнем что у нас здесь вообще можно поесть есть получается у нас кухонная зона сами готовим весь вот у нас то что по меню хот-доги там датский французский бургер чекенбургер магицы и твистер hardplay жаловался на то что у него в клубе очень мало ты покупает снэк и так далее он кафешку закрывает у вас с этими проблем у нас с этим много проблем нету то есть люди сидят они просто нам предпочитают еду которого здесь готовим не жили там с магазина ну а есть по статистике и здесь и человек с ума заходит еще в кухню и при покупать что точно сказать трудно но скажет трое это круто если я пришел со своей едой можно поесть у вас едой здесь проблем можно до а доставка работает сюда ставка за руки вы пройдем в первую зону это у нас план b то есть клуб отделена два сайта а и б сейчас мы заходим так у нас здесь пять компьютеров и нас встречает сразу же граффити олф мастера на оверпасе когда там случилась ужасная нелепая ситуация так сейчас мы оценим первый комитет который здесь у нас есть они все одинаковые все да все то есть и монитор и кресло все так я вижу монитор банки он вот с этой штукой честно ни в каком клубе еще не видел вот эту тему расскажи что она значит для чего это и люди вообще эту тему трогают или она всегда так не бывает что трогает она как бы особо так роли не играет но она сделана для того чтобы там если бы днем человек играет цвет не падает как-то закрыть повернуть там чисто для тебя рядом там сидит человек да то есть смотря на этот ком мы можем смотреть на все что здесь у нас есть кубе поэтому я выберу этот столик он один здесь это удобно так столик подожди подожди почему это 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 же обычный столик и шкафчик а не шкафчик это кейс специально для сравнения сколько стоит этот столик сколько стоит несколько стоит 3000 рублей 3000 рублей стоит этот столик мой игровой стоит 25 28 что такое вы сэкономили но и полу ну и получили кстати ну не самый но нормально по девайсам это самый странный будет обзор потому что я ничего не знаю из этого это девайсы которых нет в россии нет в снг вообще то есть они продаются в наверно только в швеции это девайсы от компании даже название не смогу правильно сказать x35 вы этот логотип могли бы заметить во время игр не потому что это их постоянные спонсоры наверно уже с 1 и 6 даже они слишком давно спонсируют и у вас сейчас все будут ценники на экране я думаю это будет очень интересно потому что вы вообще с этим не знакомы я как раз я хочу поиграть в кс и впервые хочу поиграть в кс проверить что это за мышки что за клавиатура и так далее так клавиатура у нас такая вот беленькая она выглядит как обычно офисная но из-за того что она ргбшная все меняется сразу красные свечи и по сути все нормально только конечно вы цвете сколько не сколько это клавиатура живет по месяцам четыре месяца клуба кто здесь иди кто здесь и делал в наушникам по наушникам у нас опять же эта компания со своими со своим микрофоном слушать нормально для меня непривычный я опять же повторюсь я буду играть в кс го чтобы понять что это вообще такое узнали про девайсы узнали про монитор стол остался компет самое важное он у вас закрыт вот тут уже видно что это позже по заказу чтобы снять кейсом оттуда так что там за комплектующие у вас на экране и вся сумма также хочу отметить что не 2080 rtx почему на большего и большего не нужно окей сейчас мы уходим с этой зоны только я хочу посмотреть во что тут играют папка папка курит кольяны я вообще не заметил это курит кольяны и это круто а вы как вот крейсер когда был здесь вообще ходит последний раз последний раз вам где-то около месяца нормально окей вы ребят подтягивайтесь возможно найдете хоббита домом когда приезжает он в основном здесь он больше времени проводим дома даже как-то домой и и посыпаться остальное время он здесь встречается со всеми фотографируется он примем участие в создании клуба да прям подсказывал девайсов там очень щепетильно подходил по всем вопросам вот эти даже вот некоторые идеи вот то что граффити это его идея сколько здесь квадратов 200 квадратов на 20 компьютеров где-то еще видели такое так вы хотите поэтому компьютера только я не уже здесь место где-то будет новый компьютер и если как бы компьютер клуб новый если прям люди будут приходить пока мисс 20 компьютер хватает если у нас один из вариантов это речь зона можем добавить где осетят под печки то есть вы хоть там окей плана всегда так мы сейчас это прикольно кстати так логотипы команд фейс ликвид mi br непри сейчас вопрос почему им на эти команды так у нас смотрите здесь команды когда ставили вот здесь команды снг конечно же на вид ну как бы самая такая усиленная команда потом гамбит естественно и здесь как бы просто самые такие обозите выбирал любимые команды можно сказать любимую не сказать любимую самые такие там симпатизирует амин строка нет здесь у нас огромнейший баннер x3 fight неплохо стеонов так кресло и как я понял все-таки не одинаковые везде здесь у нас отличаются от плента б у нас тут диксер айсер опять же давай сразу по ценникам это дороже чем то нет нет то есть там дороже когда последний раз была полная посадка полная посадка у нас есть такие клиенты которые любят там компании который полностью зал снимать и сидеть потому что здесь не шумно можно коляны курить кухня своя зал снимает как у вас контингент то есть сколько людям в основном это где-то 20 то есть детей здесь нет а когда привел связи уходит сделать клуб я думаю давно это прям был давным-давно да серьезно окей он вам сказал давайте сделать клуб и через какое-то время появился код он открылся через кусок времени прошло три четыре месяца и все клуб открылся окей по локации мы сейчас где находимся так получается левый берег мы находимся если так ориентируется рядом с ботаническим садом триумфальная это типа центра или это да у нас астана недели так сейчас мы заходим в туалет этого клуба и первое впечатление очень круто оператора идет дальше смотреть а я выглядит хорошо чисто свежо кайфово шикарно кстати пока мы уходили мы заметили граффити из симпла которая появилась на кэше расскажи как это вы делали потому что нарисован очень красиво и ровно так делали получается тоже местные ребята проектор картина на экран окей здесь сколько граффити всего 4 граффити сейчас мы заходим в план там и глянем как это все выглядит и тут уже понятно чей это клуб это клуб чемпиона мира потому что в 2018 году потому что 2017 году ребята из комбит сделали невозможно и не выиграли мажор пиджел краков в польше и было круто я там поднял золотую не бриллиантовую медаль пике это мало кто ожидал так ну и опять же у нас все кампы которые в клубе кстати говорят упил у каждого стола есть свои пепельницы поэтому такие вы делали эту квартиру вижу но это не для сигарет это для электронных сигарет поэтому вы поддерживаете здорово и твич зонам здесь огранишь телевизор на 75 дюймов я уже узнал цене 150 тысяч рублей тут сидели про игроки и смотрели как играют ребята на твиче брали классно все я пойду оценивать как я поиграю в кс я стал закон по и самое забавное что я случайно прописал экзек и кстати именно на этих компакт именно в этом клубе а куфе и запоминаются то есть комп не убирает ничего то есть здесь стоит кофе бонтика не просто здесь не какой-то подписчик поставил а потому здесь реально сидел бондика играл на этом пока это круто но и фпс у нас был 250 300 когда было 16 человек на сервере сейчас зайду на обычный посмотри сколько будет окей сейчас мы зашли на сервер фпс максис 1000 фпс 330 300 короче ладно фпс 300 так ну что ж мы тут уже 10 часов я поиграл в кс поработал над проектами пообщался отдохнул и так далее это значит что здесь играть комфортно все классно не было никаких проблем и нюанс давайте оценивать по критериям этот клуб компьютеры здесь все шикарное но вы знаете как будто до 100 не хватает процентов 10-15 поэтому оценка за компьютеры здесь будет 45 если будет вопрос про почему 45 потому что здесь нет випки и сама мощная видеокарта к слову тут 2070 опять баллов ставится там где видеокарта 2080 и rtx что-то вроде этого персонал персонал за все хорошо быстро и отзывчивые классные ребята здесь твердо пятерка кухня чем отличается эта кухня от того что мы смотрели brothers она отличается тем что здесь есть это кухня здесь мы поели хот-доги было неплохо плюс тут есть доставка поэтому если там была оценка 3 5 за кухню то здесь оценка 4 чистота по штате здесь все хорошо клуб небольшой никаких проблем я не видел везде чисто убирают вовремя поэтому здесь тоже респект 5 баллов интерьер интересная ситуация с граффити интересная ситуация с этой картиной огромной которая по сути привлекает всех вы нажали на эту превьюшку только из того что она была в кадре ну и плюс land a plan b ну прикольно почему бы и нет это необычный клуб где нет никакой идеи 5 баллов локация это место в одном районе с brothers поэтому оценка также 4 на этом заканчивается обзор этого клуба честно я доволен и блин если я буду сюда еще приезжает то обязательно нужно здесь посидеть 20 компьютеров это немного но наверно здесь каждый знает друг друга и здесь какая-то получается обстановка и атмосфера не для окупа этого клуба а просто чтобы тут посетить поразвлекаться и хорошо провести свое свободное время с вами был я шок это был клуб хоббита я советую можете приходить но сейчас мы едем в другой город либо страну где будем оценивать новые клубы а какой именно напишите в комментариях я вот думаю куда поехать у меня есть вариант в беларусь в украину или же в грузию но в грузии не появились новые клубы я спрашивал кипр оператор хочет кайфовать отдыхать но я не поведусь в общем жду вас всех в инстаграме своем ссылка будет в описании сейчас уж точно всем пока